Здравствуйте, подписчики моего канала и просто любители кар-таро-иллюминатов. Сегодня мы рассмотрим такой расклад, который называется «Что хочет сказать партнер в паузе отношений?». Для этого мы сейчас посмотрим первый такой вопрос, о чем молчит партнер, да? Может он там злится, психует и хочет, например, отомстить, а может быть наоборот. Так, смотрите, ну ваш партнер очень хочет восстановить ваши отношения. А ему хочется встречи, ему хочется приехать. У него состояние такой, знаете, сумасшедшей любви. Вот чувствует он себя каким-то бедным, несчастным, ущербным. Есть у него такой момент, что он понимает, что он вас предал, изменил, что повел себя некрасиво, что вы развернулись и ушли из-за того, что он был в активном поиске и на этом попался. Ну, то есть человек, в принципе, тут страдает. Что он бы хотел вам сказать? То есть насколько он тут оценил или переоценил? Хотел бы он сказать, конечно, что он вас очень тепло вспоминает. Очень часто, очень тепло, что у него есть сексуальное влечение, что он хотел бы к вам приехать, но ситуация создаётся не в его пользу. И хотел бы он сказать, что все вот эти, которые отношения были у него помимо вас, они для него никакой роли не играют, и он это понял. Потому что везде ему мерещится только ваше лицо. То есть он прошёл такую сильнейшую трансформацию личности. Его чувства к вам. В чувствах, смотрите, понимает, что материально он вас не потянет, что вы привыкли к удовольствию в жизни, что у вас всё хорошо с финансами, и вы как бы выше его в материальном уровне. Но он хотел бы всё забыть, всё обнулить, помириться, начать всё сначала. Об этом он постоянно думает. То есть он какой-то план прорабатывает, да? И он понимает, что эти отношения его многому научили, и он хотел бы как бы учиться у вас дальше. Но придётся ещё, наверное, ждать месяцев семь, потому что как бы нету пока возможности вылезти, скажем так, ему в эти отношения. Хотя он о вас не забывает ни на минуточку, потому что вы для него вот самое такое ласковое, нежное, дарящее тепло, с открытой душой, которую он запомнил. И он понимает, что он собственными руками вот здесь вот всё разрушил. Хотя ему очень хочется двигаться вдвоём в этих отношениях, да? Чувства его к вам. У него такое истерическое состояние. Он понимает, что вы такая яркая, неординарная, что у вас может быть уже другой мужчина, что такое, значит, состояние ревности, что вы открытые для отношений, для каких-то мужчин, что ему хотелось бы и секса, и страсти. Он уже тут себе нафантазировал, что вы замужем, да, что у вас уже дети есть, что вы в браке. И понимает, что ему сейчас очень тяжело, очень бросить он не может, забыть не может. Даже ваш характер под королеве мечей. И то, и то ему вот, скажем так, приятен был, то есть за него никто не боролся так, как вы. Мысли его о вас, что он думает. Ну, тут ревность сумасшедшая. Думает, что вы в счастливом браке. Думает, что вы любите уже другого человека. Плачет и понимает, что все потеряно. Поэтому вы от него отгораживаетесь именно по причине того, что у вас появился самодостаточный мужчина, который пришел вам по судьбе. И что теперь ему уже сюда не вернуться никаким путем. Вот кому интересен такой расклад, заказывайте приватный, и мы рассмотрим вашу ситуацию.